А сюда водичка поместится. Сколько она весит? Килограмм шесть? Видеть бойцов полной экипировки – это одно. Попробовать надеть на себя хотя бы часть обмундирования – это другое. Студенты не скрывали своих эмоций. И вообще, это очень даже тяжело дышать в нем. Прикиньте, я маленькая, как им вот так вот часа шесть стоять. Так и нагнуться неудобно. В Национальной гвардии служат не только мужчины. Задачи, в том числе и зоне антитеррористической операции, выполняют и женщины. Для студенток, которые пришли сегодня в воинскую часть, это стало открытием. Я поражена их мужественностью, отвагой и смелостью. Очень бы хотелось с ними увидеться. Гостям мероприятия все же удалось увидеть женщин военнослужащих. Точнее одну – Людмилу Головатую, которая четвертый год радует бойцов вкусными обедами. Повар-профессионал угощала студента в настоящей солдатской кашей. Вспоминает, как пришла на службу в Национальную гвардию. Как все остальные комиссии проходим в Запорожье. Ну, естественно, без курса молодого бойца здесь никак. Приходилось бегать, отжиматься. То есть, ну, как все остальные, с автоматом, бронежилете, стрелять. Итог дня открытых дверей подвели мужчины – представители студенчества и командование воинской части. Всех студентов, всех, всю молодежь, кто хочет, кто чувствует в себе силы, дух патриотизма, приглашаем всех на воинскую службу. Станислав Печурин, Игорь Стрельцов, Евгений Дохновский, Бердянск, ТВ5